Приветствую вас. Собственно говоря, вопрос, наверное, нет смысла читать. Вот, там, встанусь сам. Он про веру в Бога. Вот, он про веру в Бога, про то, как психология может объяснить веру человека в Бога, и про то, почему многие люди приходят к вере в трудные периоды жизни, как получается, что люди попадают в секции, где ими манипулируют и контролируют их жизнь, и почему после выхода из секции люди долгое время не могут начать жить и не искать новую церковную организацию или другое новое учение. Вопрос на самом деле довольно простой. Простой по своей семантике, простой по своей, так сказать, причинно-следственной связи, но довольно сложный по своему содержанию. Невероятно сложный, я бы даже сказал тяжелый, потому что здесь очень интимные вещи затрагиваются. В первую очередь затрагиваются вопросы веры. И никаким образом, конечно, не хочется оскорбить кого-то из верующих. А получается, таким образом, так получается, по крайней мере, что это сделать достаточно легко, если мы говорим про веру, если мы говорим про, так сказать, теологию. Потому что, ну, например, на мой взгляд, психолог не должен быть религиозным, не должен быть верующим. Психолог, на мой взгляд, должен быть нейтральным в этом смысле. Вот. И получается это у него или нет, конечно, точный вопрос. Такой достаточно, достаточно, наверное, тонкий. Потому что психологи тоже, в принципе, люди. Вот. И как и все люди, у них есть слабость. Вот. Главное, не воспринимать наличие этих слабостей, как попытку оправдать какие-то действия, часто неправомерно. Итак. Как психология объясняет веру человека в Бога? Ну, если мы говорим именно о религиозности, вот, а это необходимо дифференцировать, потому что религиозность и вера существенно между собой различаются, вот, религиозность и вера ни в коем случае не одно и то же. Вот. И религиозность подразумевает под собой наличие определенных действий, определенных ритуалов, определенных поступков, наборов, наборов, так сказать, решений, которые призваны дать человеку. Первое. Ощущение свободы. Простите. Ощущение защиты. Не свободы. Ощущение защиты. Вот. Чувство защиты. Чувство стабильности. Вот. Чувство, ну, как бы, наверное, определенные неуязвимости. Хотя здесь есть, конечно, ряд моментов. Религия, именно религия, а не вера в Бога, позволяет человеку переложить ответственность с себя на кого-то другого. Например, на того же Бога. Например, на тех же, проявления теории, то есть, ну вот, если мы говорим, да, именно о теории, то есть, ну вот, если мы говорим, да, о теориях, допустим, тех же религиозных теориях. Вот. То есть, очень часто религия используется для перекладывания ответственности. Именно для перекладывания себя ответственности на кого-то другого. Вот. Ну, например, вот на Бога, на религию, на веру и так далее. Вот. То есть, получается следующее. Следующее. Когда человек боится жить, боится совершать ошибки, боится принимать решения. Вот. Когда человек не уверен в себе, может быть, тревожен. Вот. Когда человек не до конца понимает и замечает, не до конца осознает свои требования к себе. Да? Например, что это требование, вот, ну, не совсем, не совсем, не совсем, допустим, позитивные, не совсем адекватные, не совсем эти требования ему подходят, но, тем не менее, делаются попытки, делаются попытки их реализовать, то, конечно же, возникает потребность в определенной помощи. То есть, возникает потребность в том, чтобы ну, человеку, там, условно говоря, помогли, чтобы человеку, условно говоря, как-то подсобили, чтобы человек, условно говоря, смог на это опереться. Когда у человека нет внутренней, например, опоры, на себя, вот, то возникает как раз-таки потребность в Боге у людей. Не у всех людей, безусловно, но довольно часто такая история возникает. Поэтому то, с чем сталкиваются психологи, это непосредственно перекладывание ответственность на Бога. Некоторые мистические, сакральные убеждения, которые, ну вот, в большинстве своем призваны заменить собой собственную активность, активность, собственную ответственность человека, к сожалению, да, как бы. И таким образом существует та или иная эффекта, когда, например, человек не может сам жить. Когда человек не умеет сам жить. Когда человек, ну, условно говоря, не способен опираться на себя в своих, ну вот, в своих действиях, в своих поступках, в своих решениях и так далее. Вот. Когда человек ему не на что-то опереться. В этот момент чаще всего и появляется то, что называется той самой веры. Ну, к вере в данном случае это имеет отношение, как мне кажется, весьма-весьма посредственное, потому что мне кажется, что если Бог и существует, если Бог и есть, то это определенно то, что представляет из себя человеческие чувства, то, что представляет из себя человеческие эмоции, переживания. Вот. Вот если говорить о некой такой божественности, которая может быть скрыто в каждом из нас, то, на мой взгляд, это про данный аспект. Когда люди два или, ну, или несколько человека находят в контакте друг с другом, когда эти два человека испытывают определенные эмоции, определенные чувства, и вот тогда возникает магия. Как раз таки то, что, мне кажется, по своей сути, наиболее приближенно к божественности такой, как она есть, к той, какая она есть, не к ее сурогатам. В основном, если же посмотреть, то очень много используется внешних способов, внешних способов, и средств для того, чтобы, ну, вот, получить то, что некоторые люди называют религиозным экстазом. Да? То есть почувствовать, вот, например, какое-то единение, там, допустим, с Богом только через какие-то внешние истории, например, через молитву в определенном месте, в определенном, в определенное время, определенным образом и так далее. Мне кажется, что, да, что угодно только не, ну, не про веру. То есть часто, люди смешивают бегство от своих страхов, перекладывание ответственности, вот, свои свои неуверенности, а, перекладывают на, и смешивают все, а, Богом. Вот. Хотя, на мой взгляд, это, совершенно не одно и то же. Это очень, мне кажется, разные вещи. Совсем разные. Разные. Но, веками, веками, выстраивалось определенные отношения к религии, культуре и так далее. То же самое касается, в общем-то, и сект, и различных церковных организаций, и того, почему люди ищут другое, потому что, не умея опираться на себя, не умея полагаться на себя, люди постоянно нуждаются в какой-то помощи извне. Вот. И когда человек нуждается в какой-то помощи извне, он, конечно же, ее, эту помощь рано или поздно получает, ну, точнее, рано или поздно находятся люди, которые готовы это предоставить. Вот, в принципе, так психология, за всю психологию говорить не буду, так я воспринимаю, как бы, религию, именно религию, не отрицая в полной мере существование божества. Как следствие, конечно, я весьма скептически отношусь к конституту церкви, вот, я весьма скептически отношусь к конституту религии любой, я не даю предпочтение никакой конкретной религии, вот, но считаю, что чистая, истинная незамутненная вера существует. И то, что мы называем Богом, есть в каждом из нас. Ну, вот. Только для этого не нужно совершенно, мне кажется, ходить в церковь, молиться и так далее. Мне кажется, все здесь достаточно просто. Но, повторюсь, когда человек бежит от себя, когда человек убегает от себя, когда человек бежит от ощущения неопределенности, когда человек бежит от страха, когда человек не знает, что ему делать с этим страхом, вот, конечно же, появляется потребник в ком-то, на кого можно было бы опереть, и на помощь, да, на помощь приходит религия, на помощь приходят разные люди, люди, вот, порой не самые порядочные, вот, порой не самые, не самыми добрыми, скажем так, намерениями, вот. Необходимо ли это корректировать? Да. Человек из секты, вообще говоря, нуждается в достаточно длительном. В формате психологической поддержки, вот, достаточно интенсивным, достаточно интенсивным формате психологической поддержки. Но, в то же время, желательно научить такого человека опираться на себя. Потому что это его основная трудность, это его основная беда. что он не может, условно говоря, жить сам. Ему нужен кто-то для жизни, ему нужны рядом определенные люди, ему нужна определенная, какая-то, может быть, стабильность и так далее, вот, к сожалению. И, имея в этом дело, мы, ну, естественно, как бы, по той или иной причине, выходя из одной организации, вот, конечно же, люди стремятся вновь переложить ответственность. На кого-то, вот. Это нормально. По-другому люди не могут. И, как мне кажется, как мне кажется, ну, вообще говоря, человеку требуется довольно-таки много времени для того, чтобы научиться жить по-другому. Потому что, ну, вообще-то это непросто. Вот. И, там, условно говоря, ожидать от человека, что он внезапно, вот, будет как-то иначе себя вести. Но это, на мой взгляд, в высшей степени мои. Вот. Просто так быстро люди не меняются. Вот. Вот. Это и с чем-то хорошо. Вот. Потому что, если бы люди меня любили, то мы бы имели еще больший, как бы, наклон в сторону такой неустойчивости. А так, вот, мы имеем дело с определенными людьми, вот, с определенными слабостями, особенностями, вот. Которые просто научились, научились определенным образом, опять же, с этим справляться. Ну, ни хорошо, ни плохо. Просто научились. Вот. Только вот не всегда это, конечно, сказывается максимально положительно. Вот. И все. То есть, глобально, глобально, человек ищет Бога вовне, в чем его главное, на мой взгляд. Ошибка, потому что человек сам в своей же религии, говоря о том, что является, ну, результатом божественного, скажем так, вмешательства или божественного проведения. Вот. Человек сам, говоря о том, что он является таким, вот, несколько противоречит себе тем, что пытается найти вовне. Если человек результат божественного вмешательства, то, наверное, он сам содержит в себе что-то божественное. И именно себе, на мой взгляд, нужно это самое божественное, божественное искать. И прямой путь к этому. Это позволяет быть своим переживанием, своим эмоциям, своим чувством, чувством себе тем, кто он есть. Вот. Я думаю так. В этой вот эмоциональной свободе, в эмоциональной регуляционной системе идёт то, что мы можем назвать Богом. Не в искусственных регуляциях, не в искусственных элементах контрола. А именно в этом вот таком стандартном, может быть, в какой-то степени импульсивном эмоциональном реагировании человека и есть то самое, что ищут, по сути, всю свою историю люди. Вообще-то не могу удивительно. Человек со своей жизни ищет проявление, грубо говоря, божественного, да? Так, как будто бы ему мало самого себя. Ну, вот именно людям, которым кажется, что им мало самих себя, в первую очередь становятся, к сожалению, жертвами всех организаций, которые можно назвать. Ну, с эффектами, да, и так далее. Вот. К сожалению. Повторю. Повторю. Ну, мне кажется, что человеку мало себя. Совсем не потому, что он как-то вот все в себе, условно говоря, познал, да, и переключился на других людей. Мне кажется, что он человек, которому мало себя, в первую очередь не может наполниться своими чувствами. Мне кажется, что человек, которому мало себя, он в первую очередь как песок, сквозь, пальцы пропускает все свои чувства. Убегая, уходя из этого состояния, что, безусловно, очень печально, очень грустно. Вот. Но, тем не менее, так происходит довольно часто. И мне кажется, одной из главных задач психотерапевта заключается в том, чтобы человек больше смотрел на себя, больше, был более внимателен к себе и делился с людьми. Тем, что он сам чувствует, а не подобно испытывающему жажду, пытался набиться из условного колодца. Вот. В психологической жизни человека это практически невозможно. Невозможно получить любовь, если ты сам к себе любовью не былаешь, не чувствуешь любви к себе. Невозможно получить надежность, если ты сам этой надежности не чувствуешь. Невозможно получить счастье, если ты сам этого счастья не испытываешь. Вот, к сожалению, пока история, она, как бы, ну является реальностью человеческой психологической жизни. Но, культурально мы воспринимаем это несколько иначе. Культурально мы относимся к этому совсем по-другому. Культурально мы видим это так, что вот, сейчас я найду необходимых людей, говорит человек, вот сейчас я сделаю что-то, что там, условно говоря, мне необходимо и все у меня будет хорошо. Ну вот, и получается, что, чтобы было все хорошо, нужно быть или, в данном случае, очень известным верующим, соблюдающим все посты, исправно празднующие все праздники. Вот, или, в общем и целом, попадает в их, да, к сожалению, большому, большому моему, к сожалению, вот. Вообще, можно подумать, что для психолога подобная история хорошая, ведь у нас есть работа, но лишь только весьма низко культурные люди будут радоваться тому, что происходит. Происходит, вот, у людей, в данном случае. В данном случае. В том числе. В том числе. В том числе. В том числе. Ничто не сравнится со страхом человека, например, быть потерянным, быть одиноким. И мне кажется, что угодно, может быть кроме этого. Поэтому, конечно, если человек не хочет ничего в своей жизни менять, это его право, право. Потому что, ну, объективно, нелегко выходить из этого состояния, нелегко принимать ответственность за свою жизнь. Нелегко, как бы, ну, замечать, что вообще-то ведь кроме меня ответственность за мою жизнь у кого больше нет. Потому что люди могут, вокруг меня, люди могут творить совершенно разные, абсолютно ужасные вещи. Но я, несмотря ни на что, уберу, иду и продолжаю делать то, что мне кажется, кажется верным. То, что именно мне и, возможно, только мне кажется верным. Ведь верующий человек никого не пытается преубедить. Верующий человек просто живёт так, как ему кажется верным. Но религиозный человек всегда пытается получить как можно больше сторонников. Как можно больше он пытается получить каких-то подтверждений. И это становится основной для, к сожалению, фанатизма. Ну, любого, 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 в общем-то, фанатизма. Поэтому тема непростая. Как мне кажется, тема довольно щекотливая и деликатная. Мне кажется, что, например, говорить о ней и на эту тему можно только если договориться поначалу о некоторых, как бы, терминах. То есть, ну, вот, я имею ввиду, чтобы не возникало недопонимание, вот, ненужных обид, каких-то и так далее. Мне кажется, что только таким образом можно, ну, к чему-то реальному прийти, к чему-то настоящему прийти. В остальных случаях, как мне кажется, все может закончиться только лишь спорами. Вот. Такая вот история. Когда, когда, эм, говоришь человеку, что ты и есть Бог, это в лучшем случае воспринимается как богохульство. В лучшем случае. А, в худшем случае, тебя могут вообще спасать, э, фуношесим психом и так далее. Вот. Ну, как-то так ты уподобил себя Богу. Да нет. Нет. А, никто никого не уподобил. Вот. 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 Протом, святейская природа, она ростная. Она ростная. Как мне кажется. Ну, базистная. Она ростная, базистная. И если ее нужно мешать, если условно ее игнорировать. То, мне кажется, ничего хорошего получить из этого не может, в принципе. Мне остается только надеяться на то, что мой ответ будет воспринят. Адекватно мне остается только надеяться на то, что к моему ответу отношение будет, скажем так. Соответствующее, я не претендую на истину здесь, но есть у меня, конечно же, и своя точка зрения. Которая совершенно нормальная и естественно может не совпадать с точки зрения вашей. Вот. Это поэтому, хотелось бы, чтобы вы по возможности имели это в виду. Хотелось бы, чтобы вы по возможности, по возможности, как бы держали это в голове. Вот. В случае мой, например, ответ. В правильном случае могут быть различные недопонимания. Как-то так, я думаю, можно ответить на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вы сделаете для себя определенные выводы. Вот. Ну а я, в свою очередь, хочу пожелать вам всего самого доброго, удачи. И надеюсь на то, что вы дадите мне обратную связь по моему ответу. Потому что это поможет и позволит вам, в частности, начать работу над собой. Ну, понятно, что в целом. Надо поисследовать, насколько вы в этом заинтересованы. Вот. Но, тем не менее. Вот. Можете, в принципе, мне не писать ничего. Вот не обязательно писать что-то. Ну а хотя бы просто вот для себя сформулировать какую-то обратную связь, чтобы понять для себя, что вам откликнулось, что вам не откликнулось. Вот. Было бы здорово. По крайней мере, это всегда оставляет человека с чем-то. Это всегда не оставляет его в таком вот чувству, что он просто прослушивал ответы сам. Вот. Надеюсь, что вам это было интересно. Вот. Если вы попали в самую такую ситуацию, что я бы рекомендовал регулярно психотерапию. Вот. Я бы рекомендовал поиск некоторого, ну, некоторого баланса между активной жизнью. Да? Ну, условно говоря. Чтобы вы были, с одной стороны, активны. Вот. Чтобы ваша жизнь была активна. Чтобы у вас были дела. Но, с другой стороны, чтобы вы были к себе внимательны. И чтобы вы не тратили свое время на вещи, которые вам, ну, например, не нравятся, которые вызывают у вас какие-то неприятные чувства. Вот. И так далее. Это очень важно. Так проявляется внимание человека непосредственно, да, ко себе. Вот. Если это внимание не проявлять, вот, если этому внимания не уделять, то могут быть очень серьезные проблемы, очень серьезные трудности. Очень серьезные внутренние конфликты. Вот. Ну, а психолог, конечно, поможет вам все это для себя разрешит. Вот. Всего вам самого доброго. Дальше обращайтесь с помощью нашим специалистам. Я думаю, каждый будет готов с радостью оказать вам помощь. Вот. Если вы знаете кого-то, у кого есть такие проблемы, в таком чеку тоже желательно рекомендовать обращаться к специалистам. Потому что сам такой человек, скорее всего, не справится. Вот. Ну, как, ну, как правило. Как правило, люди сами справиться не могут, к сожалению. Вот. Удачи вам самого доброго. Доброго дня. Тьфорта. Существует риевку. Корректор субтитров. Корректор субтитров. Не см graphical knew д Ibcm-У